приветствую вас дамы и господа с вами варчик в начале по традиции показывают трех победителей по 500 золота из прошлого видео также целый один победитель 500 золота из группы вконтакте или звк видео там тоже можно смотреть оставлять комментарии всего лишь один человек оставил комментарий с ником поэтому он и получает 500 золота там даже никакой конкуренции не было не пришлось даже прибегать к рандомному выбору а если вы хотите тоже принять участие в розыгрыше золото играете на рубай регионе то вы можете это сделать оставляя под видео комментарии в конце комментарий никнейм и оставляйте комментарии и на ю тубе и в к видео также я заметил у некоторых есть проблемы они ставят пробелы в своем ник на имя я так понимаю у вас вместо этих пробелов должны быть нижние подчеркивания youtube недолюбливает нижние подчеркивания поскольку у ю туба на нижние подчеркивания стоит функционал для текста который делает текст внутри подчеркиваний наклонным я могу вам подсказать как сделать так чтобы был ваш никнейм с нижними подчеркиваниями вы могли заметить что некоторые люди оставляют свой никнейм в скобочках просто youtube зачем-то сделал на нижние подчеркивания текст внутри наклонным типа можно приукрасить свой текст или выделить каким-то образом но нам танкистам это мешает никнеймы свои с подчеркиваниями писать также я так понял вы не поверили что вконтакте тоже золото разыгрывается поэтому один человек без каких-либо трудностей получает 500 золота без конкуренции могу его поздравить легчайшие 500 золота такое вот большое вступление нужно было прояснить некоторые вещи теперь рассказываю первую новость джессор 1010 fb продается еще 13 дней я записываю видео 23 вечером вы наверное это видео увидите 24 утром через 13 дней заканчивается продажа этого танка первое что хочется сказать когда в новости про продажу этого танка на сайте нажимаешь на кнопку к покупке то вас перекидывает к выбору всех пакетов которые есть самый дешевый средний самый дорогой но в начале когда я утром покупал танк а я его себе купил на основной аккаунт и уже немножко его постримил показала вам в принципе танк нормальной так вот в начале продажи перекидывала на самый дорогой пакет они на выбор из всех это выглядело очень кринжово но сейчас уже доработали сделали нормально также еще исправили самый дорогой пакет за 7609 рублей самого утра в нем показывала что в нем есть только задача на 69 тысяч опыта и 30 x 5 сейчас когда заходишь смотришь то здесь есть и 5 500 золота и 30 дней према 500 тысяч серебра и эта задача на 69 тысяч опыта учебное пособие досылатель оптика турбонагнетатель расходники различные по 100 штук короче там еще целая куча всякой фигни даже 30 резервов на серебро и это все стоит 7 600 такого захламленного пакета и такого дорогого я вообще не припомню сколько же туда напихали напишите в комментариях хотя бы один человек вообще такое покупал я купил самый дешманский за 1763 рубля как раз у меня было 1800 там около 100 рублей осталось теперь буду сидеть у разбитого корыта радоваться что у меня есть колесник на котором я сыграл полтора часа и в принципе танк нормальный роль поддержки выполняет хорошо от альфы легко набивается урон по крысе пушка стабилизированная приятная очень точная очень быстрое сведение хорошее пробитие я уже говорил и альфа урон набивается не сложно но танк вообще не прощает ошибок а риды в жопу там двигатель как только не туда заедет все станк сразу разваливается брони в нем нет и он огромный поэтому это чисто танчик для поддержки для людей с прямыми руками в пушке мне не понравилось только то что у него бэбэшка летит там 900 метров в секунду с хвостиком немного навесом это немножко напрягает но это единственный недочет во всем орудие который на мой взгляд есть танчик неплохой но повышенной сложности брать его или нет решайте сами если вы богатый человек у вас есть лишние деньги и вам нравится такой танк такой стиль геймплея может быть и есть смысл брать если какой-то из этих вариантов вам не подходит то оно не ваше есть в этой игре возможности бесплатной танки получать время от времени также джессор 1010 fb продается еще в клиенте игры за золото за 11 тысяч 300 type 5 кори продавался прошлого раза золото в этот раз вот продают джессор 1010 fb это уже некое начало традиции я думаю это неплохо как раз вы золото вот у меня вы играете в розыгрышах и некоторые из моих зрителей уже на выигранное золото даже хватает им на покупку прям танков только вот у меня лично золото кончилось поскольку я его все слил на конструкторское бюро чтобы взять танк на котором играть толком то желания нет следующая новость огненный волк на тесте огненный волк это следующий сезон режима натиск это режим на десятках 7 на 7 с включенной связью где ты пытаешься с подпивковичами скооперироваться и что-то там сыграть и так какие особенности изменения нового сезона новые награды и прогрессионный 2d стиль кстати вот за 2d стиль мне кажется он счет не такой яркий не такой сочный и прямо эпичный как прошлый стиле либо так скриншот сделали выглядит как-то бледненько и не так взрачно обновленный список арендных танков вазе 113 gft panzerkampfwagen 7 и 121 танки прям выбрали самые сочные изменение списка боевых локаций добавили карту рудники overlord и клондайк исключили карту ретчер но рудники на десятках это всегда прям класс но тут всем на 7 и поскольку танков поменьше то зарубы будут не такие душные но это все равно рудники малюсенькие для десяток такой себе но для игры 7 на 7 и не нужны слишком большие карты но они добавили еще клондайк это большая карта которая игралась в режиме 30 на 30 настолько популярный режим что даже название не помню клондайк вроде не самая плохая карта из которых я играл я на нее пару раз попадался просто обычная карта фланг один с укрытиями фланг другой с укрытиями принципе ну и все единственно что она огромная для игры 7 на 7 не знаю что из этого получится обновленная прогрессия очков рейтинга она станет более плавной и позволит игрокам быстрее достигнуть подходящего им рана также еще введение квалификации пройдя которую вы сможете сразу попасть в тот ранах где будут по вашей силе подходить игроки пересмотр ранговой системы исключение ранга дебютант увеличение количества дивизионов в одном месте чуть-чуть убрали в другом месте чуть-чуть добавили также еще в этих натисках ваших запас прочности у танка будет плюс 25 процентов можно будет побольше урончика набивать или дольше сливаться тут уже что вам больше нравится также время подготовки снаряжения после использования в два раза уменьшены квалификация изменилась следующим образом первые 10 боев в режиме будут квалификационными по результатам квалификации игрок сразу попадет в подходящий ему ранг также есть еще еженедельные боевые задачи там в награду серебро один день прямо какой-то там жетончик монета натиска эта монета понадобится что получить лучшие награды чтобы эту монету получить нужно все боевые задачи пройти до конца все пять штук задачи там вроде как несложные напоминают ежедневные может быть конечно немножко посложнее ежедневных но в целом обычные простенькие проходные задачки единственно что они в натиске ну и главные награды тоже претерпели изменений элементы личного жетона такие как гравировка iphone яркие нашивки с изображением волка за достижение двух элитных рангов чемпионы легенды отметка легенда об огненном волке ну и запоминающийся прогрессионный 2d стиль первый раз когда натиск появился я в него поиграл побольше почти дошел до конца стала сильнодушная перестал играть потом вышел следующий сезон я вообще практически в него не играл там один разок зашел чуть поиграл и вышел поскольку принципе было одно и то же чисто шо хп танком добавили я там понабивал кучу урона на т110 и 5 но мне в принципе уже не интересен этот режим он слишком однообразный он прикольный поначалу но он очень быстро выдыхается лично на мой вкус ну и после того как вы повышаете ранги в натиске наступает тот момент когда у вас уже практически дальше повышения почти нет вы начинаете застревать на одном месте и просто на нем сидите в принципе в этот момент можно уже и левать вот принципе весь режим мне честно говоря он уже надоел то же самое как и остальные временные режимы их годами включают они по сути основа у них одна и та же я лично в них уже давным-давно наигрался понятное дело что есть еще очень много людей которые наверное не наигрались в это вот для них наверное это и включается ну и за прошлую неделю вы сделали 40 репостов это тоже очень сильно развивает канал если вы делаете репост больше людей и ваших друзей узнает про мой канал это очень хорошо для меня если хотите поддержать буду рад пишите свое мнение в комментариях в конце комментария если вы играете на рубай регионе не забывайте писать никнейм если он с нижними подчеркиваниями не забывайте ставить по краям скобочки также вконтакте тоже не забывайте комментарии с никами писать под этим видео с вами был варчик играйте красивого всем удачного дня пока